всем огромный привет сегодня буду на ужин готовить запеченную шпигованную говядину у меня здесь кусочек приблизительно полтора килограмма но можно брать больше меньше не имеет никакого значения главное чтобы кусочек был объемный они плоские продукты беру на глаз морковку нарезала вот такими небольшими брусочками зубчики чеснока у меня были довольно крупные поэтому я их разрезала также на несколько частей и сало я бы рекомендовала брать замороженное его будет проще вставлять в прорези сало я нарезала брусочками приблизительно такого же размера как и морковь шпиговать буду сразу форме в которой буду мариновать для того чтобы вставить овощи делаю филейным ножом крестообразный размер и вставляю это мясо можно есть как теплым так и холодным в любом случае она получается вкусным сочным так как мясо запекается в собственном соку она получается еще и полезным иногда еще для шпигования использую кусочки соленого огурца теперь что я делаю дальше у меня есть вот такая приправа для запекания мяса можно естественно взять любую другую можно самим смешать приправы но у меня есть готовы поэтому буду использовать ее а так я бы смешала сейчас кориандр красный острый перец красную сладкую паприку взяла бы еще черный молотый перец и мне еще для говядины нравится использовать розмарин чтобы это смолола и использовала я беру 4 столовых ложки этой приправы так как у меня большой кусок мяса и сюда же добавляю 4 столовые ложки масла у меня это обыкновенные подсолнечные которые рафинированные говядины у меня кусок не жирные поэтому масло здесь будет в самый раз и оно позволит также приправе хорошо впитаться в мясо соединит все ароматы при запекании не даст всему соку из мяса вытечь мясо в результате получится сочным теперь эту смесь перемешиваю кисточкой и ей же буду смазывать мясо соль отдельно не добавляю так как в этой приправе соль составе уже есть если вы смешиваете приправе вы сами то добавляете еще соль по вкусу меня смесь стала однородной теперь буду смазывать мясо вот так выглядит нашпигованный кусочек мяса я его нашпиговала со всех сторон постаралась везде распределить равномерно чтобы мясо было вкусное и теперь мне необходимо смазать мясо со всех сторон также необходимо смазать и торцы мясо покрыто маринадом равномерно со всех сторон сейчас стоит невероятный аромат специй но в готовом мяске будет специи чувствоваться еще лучше теперь необходимо форму накрыть крышкой для того чтобы мясо не обветрилась и я его буду запекать вечером поэтому отправляю в холодильник если у вас мало времени для того чтобы мясо промариновалось то оставьте его при комнатной температуре тогда хотя бы приблизительно на час ну а вообще конечно лучше сделать с вечера и на следующий день запекать у меня мясо уже достаточно промариновалось я его достала с холодильника и сейчас его необходимо завернуть фольгу и сюда же силиконовой лопаткой я соберу остатки маринада для того чтобы мясо в процессе запекания получилось более сочным делаю такие по бокам бортики для того чтобы не вытекал сок и теперь уже завернутый кусок мяса заверну дополнительно еще в один слой фольги для лучшей теплоизоляции помещаю его форму и буду запекать в предварительно разогретой духовке до 250 градусов 10 минут затем нагрев уменьшу до 180 градусов и буду продолжать запекать из расчета 1 час на 1 килограмм мяса то есть у меня тут кусочек приблизительно полтора килограмма значит я буду его запекать приблизительно полтора часа где-то через час 15 достану проткну его ножом и посмотрю если будет выделяться прозрачный сок значит мясо будет готово если будет сок немножко мутный значит необходимо будет его еще допечь я выбрала режим конвекции с нижним и верхним нагревом у меня мясо в итоге запекалась полтора часа через полтора часа я подняла фольгу и продолжила его запекать еще десять минут с верхним грилем подняла его на два уровня выше ты сейчас мясо у меня находится в середине духовки сейчас я мясу дам отдохнуть минут 10 для того чтобы при нарезании с него не вытекли все соки а затем уже буду нарезать и солью его сверху выделившимся соком вот такое красивое ароматное мясо в итоге у меня получилось если вам понравился мой результат не забывайте меня поддерживать ставить лайк подписываться обязательно пишите мне комментарии я буду рада общению с вами делитесь моим видео со своими друзьями я буду рада видеть каждого из них у себя на канале хочу пожелать вам что сейчас особенно актуально это крепкого здоровья берегите себя и своих близких увидимся совсем скоро всем пока пока